То, что мы хотим освободить Навального, это не значит, что мы освобождаем Навального об ответственности со все то, что он сделал. Очень много вопросов в связи с тем, что критикуют Навального, особенно наши украинские друзья, и многих русских блогеров, и политиков, вопросы, как же так человек сидит в тюрьме, в лагере, а вы его критикуете. Это хорошо, это плохо, вот вокруг этого идет разговор. Надо понять, конечно, что политика есть политика. Политика – это то, что вы когда-то сделали, что вы сейчас делаете. Все это имеет значение, и все это рассматривается. Поэтому, конечно, думать, что если человек в тюрьме, то нельзя рассмотреть его жизненный путь и какие у него были политические позиции, это, конечно, наивность. Нет, когда вы политик, вы должны отвечать свои слова, свои поступки, и так и есть. Вы тюрьме или вы не тюрьме. Какое это имеет значение? Конечно же, надо понять, что мы все поддерживаем деятельность Навального, когда он критикует Путина. Не в этом вопрос. И не в этом вопрос, что мировая общественность требует, чтобы все эти несколько сот политических заключенных, которые в России есть, чтобы они были бы освобождены. Тут, конечно, проблема, что что-то мало говорят о этих политических заключенных, говорят только о Навальном. Это тоже вызывает просто удивление. Где эти демонстрации, волнение в связи с сотнями этих политических заключенных, которые мучат и убивают российских тюрьмах? Вы ничего не видите. Но вообще-то там вокруг Навального какие-то танцы. Почему это так? Конечно, это не выглядит нормально. Это не выглядит так, как должна быть. Но еще раз говорю, не проблема, что люди требуют освобождения Навального или там беспокоятся о его здоровье и так далее. Это все нормально, и весь мир требует освободить Навального. Но то, что мы хотим освободить Навального, это не значит, что мы освобождаем Навального об ответственности со все то, что он сделал. Многие хотят говорить, что ничего он не сделал. Ничего подобного. Навальный, конечно, является определенным продуктом. Мы знаем, кем там он дружил, какие марши поддерживал. Но не были они никакими маршами за демократию и либерализм. А совсем по-другому. Совсем наоборот. Но еще хуже, конечно, человек поддерживал войну в Грузии. Называл грузинов грызунами. Ну и украинцы получили свое, конечно. Оказывается, что еще являюсь членом Яблока. Боже мой, когда это было? Этот наш Навальный напал на одного члена партии, узнав, что она украинка, заявила, что его место не в Яблоке. Факт, что Навальный извинился в связи с этим. Он брал назад слова, что он говорил о грузинах. Он что, извинился в свои разговоры, которые он вел, когда Россия напала на Грузию? Да ничего подобного. Да ничего подобного. Навальный продолжает играть империалиста. Навальный продолжает играть человека, который поддерживает агрессивную политику Путина против своих соседей. Это факт. И что вы надеетесь, что все эти соседи России там будут аплодировать в связи с позицией Навального относительно их и как бы намерены Путина там их атаковать и забрать их территорию. Ну, конечно же, все понимают, кто такой Навальный, поэтому он не является узником совести. Он все это сказал, все это сделал и не брал свои слова обратно. Вот и все. Брал бы свои слова обратно, извинился перед всем миром. Другое дело. Он этого не делал. Он империалист, шовинист, очень как бы такая вот неприятная, прямо скажем, фигура. Но еще раз говорю, пока он борется против Путина, пока он там что-то там вытворяет против Путина, весь мир будет это поддерживать. Потому что это синично просто. Есть этот Навальный, и какая там у него окраска. Есть ли это основы путинской власти как-то там расшатает. Ну, хорошо, можно это поддерживать. Мы заботимся о вас, мы думаем о вас, мы думаем о том, чтобы если вдруг злые силы, а злые силы, в общем-то, не дремлют, так вот если эти злые силы вдруг отключат интернет, у вас останется телеграм-канал АРУ-ТВ. Раньше не было у нас такого чуда, как телеграм-канал. Но мы решили воспользоваться опытом знаменитых телеграм-каналов из Беларуси, например, Нехта и так далее, которые, можно сказать, всю страну подняли на дыбы. И решили мы завести свой собственный телеграм-канал. Там будут все наши сюжеты, там будут актуальные оповещения о том, что происходит, какие новинки и прочее, прочее. Более того, там будет даже какой-то так называемый уникальный контент, которого вы на обычном АРУ-ТВ не увидите. Для того, чтобы оттовариться всей этой прорвой всего хорошего и интересного, вам нужно просто-напросто взять и подписаться на телеграм-канал. Как это делается, вы узнаете из описания, прямо под этим самым роликом. Буду очень рад. Дед Артем, АРУ-ТВ, про хижину тоже не забывайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. АРУ-ТВ, про хижину тоже не забывайте. АРУ-ТВ, про хижину тоже не забывайте. АРУ-ТВ, АРУ-ТВ, АРУ-ТВ,